Тайные знаки я вам вчера расскажу, сейчас вам расскажу все тайные знаки, что здесь изображены. А итогом была вот эта самая Милана Холли. Теперь я вам... Вот черти что изображено, чего тут наворотить, да? Чего тут только не наворочено? Значит, я утверждаю, ну не только я, а люди, которые серьезно сквестировали, они говорят, это последний автопортрет дюрода. Я с этим согласен. Когда человек уже отбросил свою телесную оболочку, она его не интересует, и он рисует портрет своей души. И здесь изображен Альбрехт Дюрод. Но не Альбрехт Дюрод из костей и мяса, а его суть, как художник. Я вам это говорю, тезис, что это так. А теперь к вам вопрос, а что же вообще тут изображено? Какие-то существа, давайте, для цифровых причин. Ну, Ангел. Ну, Ангел, я и человек, символ, теря, взявший червей. Подождите, символы не надо сейчас. Символы Я объясню. Что мы видим без символов? Что мы видим перед собой? Ангел, я имею в виду. Ангел, я имею в виду. Ангел, я имею в виду. Как? Ангел, да? А вы можете сказать, кто может сказать, это женщина или мужчина изображена? Ангел бестелесный, да? А такое слово, Андрогин, мы знаем? Ну, знаю. Андрогин мы знаем. Да, досталось. Какие? Вот давайте посмотрим на лицо и на фигуру. Мы найдем признаки мужского и женского? Смотрю. Нет, ребенок это ангел. А вот я имею в виду, центральная фигура, это кто? Это мы говорим ангел? Я не считаю, что это ангел. Мы видим некую фигуру, которая является без признаков, без ничего, без женского, без мужского. Бестелесная душа. Ну, это, ну, можно сказать, душа там. Ну, крылатая душа. Художник же летает, мы-то ползаем, а художник летает. Поэтому она с крыльями, Андрогин, то есть бестелесное существо, которое и есть Альбрек Тюрин, его душа. Так? Что на голове у него? Терновый венок, который что? Ну, он пророс. Вы видите, что из тернового венка мертвого проросли. Вы видите, это и венец? Да. Вы видите, что это проросший терновый венец? Да. Проросший. Это не знак смерти и страдания, а это знак. Воскресенье. Это знак того, что человек, он страдал, он надел на себя терновый венец, но венец пророс. А как иначе художник не служит смерти, он служит жизнью, искательный художник, да? Кто там колеблит твой треножник, да? Ты сам свой высший суток. Проросло. То страдание проросло. Это только один. А волосы, видите? То ли женские, то ли мужские. Значит, это Андрогин. Смотрите, куда он смотрит, внимание. Куда смотрит, видите взгляды? А куда он смотрит? Он смотрит туда же, куда смотрел Дюрер маленький. Он смотрит туда, куда мы заглянуть не можем. Он смотрит туда, куда-то. Так? Это раз. Теперь давайте так. Я эту картину сейчас при вас разделяю горизонтально на три слоя. На три уровня. Вы не устали, честно? Нет, нет. Я утверждаю, это не я, а другие люди. Я вам просто доношу. Утверждаю, что картина четко делится на три уровня, в каждом из которых зашифрованы важные вещи. Которые зашифровал Дюрер, чтобы нам оставить это завещание. Мы обещали показать нам свой последний портрет и рассказать нам свое завещание. Давайте вот так. Равный. Третья часть. Смотрите, средняя часть заканчивается на вот этой штуке, в которой мы отдельно поговорим, что это такое. Вот, смотрите. И идет через голову ангела, через голову ангела маленького, через голову этой фигуры, которая, собственно, и называется меланхолия. И третья часть идет выше. То есть она идет отсюда и вот до этой линии. Еще раз. Вот здесь первая линия, вот здесь вторая линия. Так? Согласны? Смотрите, я вам показываю сейчас вот эту линию первую, которая на колени. Смотрите, что мы тут видим. Что? Вот это. Гвозди. Сколько гвоздей? Гвозди распятия. Распятия. Павел абсолютно прав. Четыре гвоздя, которыми был распят Спаситель. Да? Понятно, почему четыре гвоздя? Ну, понятно. Теперь дальше мы видим инструмент. Правильно? Мы видим метр. Метр. Мы видим пилу. Мы видим рубанок. Так? А что мы еще видим? То, что я тут не показываю. Щипцы. А? Три. Нет, стоп. Мы видим вот эту сферу. Совершенно верно. Мы видим здесь щипцы. И видим вот это что за предмет. Внимание. Вот это что за предмет? Кошелек. Кошелек. Совершенно верно. Теперь я утверждаю, что в этом слое рассказано дюрером, что такое ремесло. Ремесло это метр. Видели мы миллиметр на руках? Это измерение. Это метр. Это обработка. Ну, материал. У литератора это язык. У музыканта это ноты. Да? Каждый художник работает со своим материалом. Он его делает. Рубанок. А теперь вопрос. Почему кошелек внизу? Ну, хоть один море. Может, он стоит в христианстве, и это все символизм христианства? Нет. Там у христианства. Христианство тут везде. Но дело в другом. Во-первых, тут есть, конечно, важно, что он был сын плотника Иисуса. Сын плотника. Это важный смысл, но это не единственный смысл. Главный смысл этого нижнего раздела. Художник должен знать ноты, как музыкант. Без нот не это. То есть, живописец должен знать краски. Ремесло. И ремесло, этот шар, что значит? Мастерство. Шар это тот предмет, который даже любой плотник, вот эти самые, у нас, мы на руках труда, шар, это сложнее всего выточить на станке. У них тоже были станки, ручные ножны. То есть, шар был пропуск в мастерскую, там, каких-то столяров. Это знак того, что, вот как ты он руку нарисовал, так же шар означал, предмет, который я сделал, является моим ремеслом, я это умею. Это означает, этот уровень ремесла, за это ремесло человек получает деньги. Понимаете? Деньги получаются на уровень ремесла. Поэтому кошелек ни здесь, ни в кармане, он опущен дюрером на этот уровень, чтобы сказать нам. Ремесло, первый уровень, подниматься к художнику, первый уровень. А многие, как эти все, шилы в глазу, вот они начинают похоже молевать, да, или там, что-то похожее, и уже зарабатывают нормальный год, да. И так и живут всю жизнь. На этом, на первом уровне, ремесло и деньги. Первый уровень. Теперь поднимаемся выше. Мы видим, вот здесь вот, почему, кстати, вот мы видим собаку на этом уровне, которая охраняет у ног. Теперь мы видим, смотрите, ангела, который на чем сидит? Он сидит на жернове, ребята, на каменном жернове. Что делает ангел, вопрос? Он пишет, контора пишет, контора пишет. Почему, почему вот здесь у него цирку? Почему цирку? Мне многие говорят, масоны, масоны там. Хотя это алхимически. Каждое, то, что здесь вы видите, является абсолютно отражением того, чем занимались ученые в среднем веке. А самое главное, конечно, я от вас жду вопрос, но не дождусь. Вот это что такое? Вот это. Кривольный камень. Философский камень. Это магический кристалл. Это магический кристалл. Это то, чем занимались алхимики. Магический. То есть, смотрите, первый уровень науки. Почему я вам антинаучные вещи рассказал? Потому что научные, на вот этом уровне, на нижнем, на втором уровне начинаются антинаучные вещи. А именно, магический кристалл, который и есть главный предмет, который алхимиков интересовал. И ученых, и художников. И там уже нету грани. Познающие люди, они познавали. Познание путем вычислений, и ученые, и познание путем интуитивного прозрения, и проникновения в эти самые метафизические слои, в тонкие меры. Чем занимаются художники. Понимаете? Два способа познания. Магический кристалл. И это самое важное. Потому что, смотрите, на этом уровне. Художник, его душа, смотрит куда-то. Сейчас мы выясним, куда тоже. Она смотрит куда-то, в руке ее цирку. Почему? Потому что и алгебру, как там, поверил ты, гормон. И алгебру, поверил ты, гормон. Не бывает. Вот я там сел, там вдохновение пришло. Я вот, бац, не бывает. Каждый, кто занимается, жив. Это все вот это вот, рисочка за рисочкой. Вот это, понимаете, это труд колоссальный. Но замысел, он должен быть воплощен. Это метод воплощения замысла. Который он здесь показывает. Замысла. Поэтому на этом уровне он показывает. Магический кристалл. Самого себя, как свою душу. И ангела. Потому что представлен ангел, который записывает за тобой все твои дела. Вот то, за что он каялся, да? Добрые дела, хорошие дела. Все, как то, что человек потом приходит и отвечает. Как сказано в книге «Притчи Соломона». «Веселись, милошу, Вадима». Юности, Вадима. Помни, что за все придешь на суд. Это про это историю. Ангел, который записан. Рядом. И художник чувствует. Ангел-хранитель. Вот он сидит на мельничном жернове. Тоже очень важный символ. Это мельничная жернова жизни. Мы все нас трет. Мы живем, и острые углы нас стачивают. Это мельница жизни. Это жернова жизни нас шлифует. Кто-то в пыль превращается, да? А кто-то в более твердый кристалл остается, как алмаз. Вот это мельница жернова жизни, которая мельничная. Жернова для чего? Чтобы ангел смотрел на капли. А как мы, а что вы? Что после нас? А кто вы такие? А насколько вы крепки? А насколько вы твердите в своих убеждениях? А чего вы вообще стойте все? Вот это правильность.